так вот видим уже гульнара и тимур присоединились здравствуйте привет привет сейчас еще секунд 30 подождем кто успел тот как говорится и присел на карусель вот остальные пускай потом подсоединяются поэтому как у вас настроение все хорошо отлично у нас голове сплошное лето у нас такая зима минус 11 и снег а мы все-таки после красного моря хорошо через стамбул летели чуть-чуть прилетели курточки пасмурно а здесь прямо зима зима да у нас у нас здесь минус 4 минус 5 вот было но у нас сырость очень большая у нас туман сразу земля такая еще сырая да и вот когда холод наступает туман я вот дочку отвозил в аэропорт в дублин я принципе ехал вот буквально так что практически ничего не видно было шоссе еще более-менее а вот эти вот дороги к чтобы от нас добраться до шоссе где-то минут наверно 25 надо ехать так вот эти 25 минут я преодолел за 40 минут только потому что мы буквально на ощупь надо было ехать у нас еще эти поля где они разные там вспахивают они да и вот эти поля они удобряют и вот это вот удобрение еще дают вот этот вот как раз туман такое огромное вообще страшно было дело я думал что вообще не доеду и вот пока по этой дороге влетел в огромнейшую яму огромнейшая вам просто посетить дороги я вообще нет я в шоке был откуда она там взялась но надеюсь что колеса в порядке дочку отвез приехал сам да все нормально три часа вот оттуда и три часа обратного по такому туману я приехал у меня глаза вообще вот так вот едешь все время всматриваешься чтобы что-то там не появилось у тебя как крот как крот точно но так что у нас сюда вот когда тепло все нормально когда тепло тогда все хорошо ладно давайте тогда начинать кто кто здесь есть тот с нами кто нет потом подсоединиться так я попрошу всех тогда выключить микрофоны пожалуйста чтобы не было лишних шумов спасибо и тогда начнем гульнар мы с тобой и тимуром увиделись на круизе но я заметила тебя потому что не знаю потому что так бывает если твой человек ты не пройдешь мимо и значит если надо встретиться тогда надо и я еще тебе сказала что мне кажется что я тебя знаю всю жизнь так такое чувство у меня до сих пор есть и я мужу спрашивал точно она не была в болгарии он говорит нет нет не было но вот такое чувство это что-то это какое-то очень редкое чувство но такое есть я сейчас подожди секундочку я сейчас расскажу интересную такую вот историю она когда вот стал с вами познакомилась да она говорит слушай бит я стоит с такой женщины мужчина до год ее зовут гульнара да вот слушай найди мне ее в этом в социальных сетях я говорю слушай ну гульнар много я говорю какую тебе найти она где-то ягод читать не помню фамилию игры хорошо зашел в соцсети открывая пишу гульнара мне выдает тысячу я говорю блин как же я искать то буду ладно начал написал гульнара и пил гол тоже ничего не выдает думаю ладно но человек то если на корабле то значит какой-то знаменитый значит что-то где-то должно быть где-то какой-то остаток должен быть или в ю тубе или еще написал гульнара в ю тубе выдал четыре по моему гульнары я и писала фотография на год не 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 она это не 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 она еще спец присылает так это на точно вот это она и тогда я уже стал смотреть и смотрю оказывается я уже с две тысячи двадцать первого года с января а вот видео где вот ну ты ты сама какие-то презентации видишь расскажешь о продукте окажется мы в свой канал уже давно выкладываем видео да я никак не мог подумать что у встретитесь вот такой вот обстановке именно на корабле это интересно было и когда я пришла она такая довольная да да наконец-то ты нашел а так и наверно полчаса потратил думаю что за гульнару надо так надо нашли в чем-то видео было записано ровно вот на этом месте меня знаешь с этого видео получается да я хотел спросить тебя чтобы ты рассказал немножко вы рассказали немножко себе расскажите о себе немножко как 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 вообще вот ну ваша жизнь так как как вы вот кто на самом деле вот какая специальность может быть ну да на кризисе у нас не было времени подробно узнать просто сблизились и все вот перекрещивались и просто так прям как хорошие же друзья но времени на самом деле не было на кризисе вот представляете насколько любили заняты настолько все было плотно и мы не успели даже друг по другу подробно узнать но я по образованию врача к шердине короткой ведать медицинских наук вообще по сути я творческая личность я уже очень давно в сетевом маркетинге потому что я такой врач советского союза то есть когда наступили 90 и союз развалился в моем понимании представлении врач был именно человек который бесплатно оказывает услуги помогает людям но выжить в реальности было сложно и тогда я случайно абсолютно состоялась встреча с сетевым маркетингом благодаря старшей сестре но абсолютно для себя никак не примирила просто через какое-то время решила стать клиентом но и оказалось что через какое-то время смогла реализоваться стала лидером и таким лидером который вырастил ряд лидеров и была таким ведущим лидером в реке но компания была нелегальной через какое-то время все рухнуло у нас стали сетевым и нелегальным но эту жизнь я опознала и я работала всегда врачом так как я считала нужным то есть это бескорыстно оказывала помощь что времени сейчас на медицине не было и даже когда она появилась уже достаточно серьезный на ногах настоялись Тимуров и бизнес и у него слой у меня слой то есть зарабатывали зарабатывал я в бизнесе а врачом я все призвали ну и Тимур про себя Тимур тоже хочет рассказать о себе конечно да когда жена уже дает слово тогда можно это для меня сетевой бизнес это был первый бизнес и ну я думаю что это это особенный бизнес нашей жизни моей жизни да так получилось я тоже вот человек рожденный в СССР в простой семье родители работали на авиационном заводе дали хорошее образование ну та система многим людям давала хорошее образование но вот как-то очень-очень я с детства любил слушать передачи по голосу Америки и почему-то меня очень привлекало все что связано с экономикой с бизнесом да хотелось в тех даже юношеских каких-то мечтах какой-то другой жизни и потом конечно многое стало меняться СССР развалился вот я получил образование сначала математическое потом после службы в армии вообще радикально сменил сферу образование специальности я поступил на философский экономический факультет закончил его и стал искать себя в бизнесе в летние 90-е и поскольку это уже не является большой тайным секретом я выступал на форуме в Турции вот я наверное тоже отношусь к одним из самых первых может быть там молодых миллионеров в своей жизни то есть свой первый миллион я заработал когда мне было 20 там с небольшим лет вот 25 годам я стал полным манфротом то есть мой капитал состоит из потерянных заработанных денег но благодаря благодаря этому главное что произошло в моей жизни что естественно пошел поиск мыслей почему это случилось почему так произошло и тогда я понял что бизнесу тоже нужно учиться да то есть бизнесе не все происходит на интуиции на этом драйве энергии и я обучался нашел конкурс программа была там европейского союза я обучался стажировался в Италии в институте управленным аутс-средними предприятиями в ряджей милии вот затем вернулся в Узбекистан и конечно же первым делом не бросился снова там постигать все преградности бизнеса я пошел работать на государство я расширил с одной стороны такие связи опыт и с другой стороны я поставил крест вообще на государственной связи на государственной работе и понял что нет это это не для меня этот мир не свободы это мир подчинения это мир каких-то правил зачастую вообще просто противоречивших твоим техническим нормам и так далее и снова как говорится открытие сирота бизнеса но я уже себя нашел как наемный топ-менеджер я руководил очень большими количествами компании разнообразными и вот то что применительно кипел если говорить в моей жизни карьере был такой опыт я руководил комитетическим холдингом то есть мне форма образования благодаря своим бизнес-опыту я руководился в несколько предприятий включая производственные там научные разработки продажи и этот процесс достаточно хорошо знал ну а потом так тоже повернулась моя жизнь и карьера я долгое время проводил предприятие коммуникационной области собственно из которого я пришел в бизнес и пио и конечно здесь большое значение в моем решении он сыграл именно круиз тот самый первый наш совместность были круиз 2019 года она работала в пио выполнила программу на партнерский контракт и на одного человека на двух человек и когда она это сделала она сказала поедешь со мной на круиз ну вернее она вот именно что она не спросила она стала поедешь со мной на круиз как можно отказаться и не поехать на круиз когда твоя супруга выполнил такую программу это такое достижение конечно же у меня был там где-то в задачнике там свой один айти проект который хотел протестить в этих азиатских странах то что круиз был там сингапур малайзии пейлан я думаю ну съезжу я с пользой и для своего проекта супруга вместе и нового коррекция расставлено свои места проект пришлось отложить поскольку не давал возможности развивать это очень много возможности я увидел именно в пио и на том круизе мы познакомились с большим количеством партнеров особенно как получилось нас за столик нас посадили вместе с партнеров с немецких команд и очень много у меня таких вопросов стереотипных наверное для традиционных бизнесменов сетевому маркетингу да тогда ты со стороны смотришь на сетевой вот эти все безумные порывы эмоции принятие каких-то спонтанных эмоциональных решений тебя в бизнесе это настораживает естественно потому что ни в одной книжке по управлению финансами рисками не написано что надо решить решение принимать вообще без расчета эмоционально все классно замечательно а тут со всех сторон надо верить надо верить надо верить я решил в этом все покопаться разобраться во что же и как разобрался раскопался 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 так что приехал с клизу сказал что я буду этот бизнес сделать вместе с тобой ну конечно наша пара укрепилась в плане что получается что я врач я эту тему как-то сразу поймала и вернее она мне сразу стала понятной у меня был опыт сетевого бизнеса и с другой стороны тимур привнес порядок и в плане именно бизнеса знаний у нас уже после поведения когда мы вышли мы вообще не работали онлайн мы привыкли работать на земле и долго ждали когда это все вернется мы были в очень серьезной карантине закрыты и благодаря поведению как-то начали выходить онлайн ну и в итоге конечно когда мы уже вышли на большую землю то конечно наша пара достаточно стала такой сильной в плане что мы смогли для детей хорошо доносить и главное не просто на эмоциях а вот вести и делать из мальчиков из детей которые раньше не были в системе маркетинге делать уже более профессиональных партнеров здорово а как вот вопрос а как вы вот узнали об и пел вообще вот как ты узнал об и пел то есть то есть да 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 то есть тимур это понятно то есть он пошел уже как говорится под под давлением до что вынужден на круиз ехать да и там уже понял все а как ты вот узнала об и пел не совсем так вот здесь очень очень важный интересный момент да там но с точки зрения под давлением кэши на круиз может быть данным бизнесе в любом случае принимал решение там осознанно ну да а вот об и пел мы узнали совершенно случайно от сестры гунары от старшей сестры вот она вот посетила презентацию в компании в ташкенте в официальном представительстве после чего принесла такие красивые яркие красочные буклеты я кстати с точки зрения маркетинга сразу оценил именно качество исполнения дизайн так вот ну просто классно вот и рассказал вот такие интересные конфетки там натуральные ингредиенты все замечательно какие-то там можно получить даже результаты по здоровью и и угостила нас собственно этими конфетками вот и гуля на тот момент кстати отреагировал очень скептически но это была болезненная тема после того как в узбекистане но представляете стране на государственном законодательном уровне запретили сетевой маркетинг это вот когда в какие головы что там зашло людям до чтобы это и деятельность запретить вообще на то что поставить вне закона конечно не все переживали столько лет в этом в этом жили в этой сфере и тут вот опять сетевой бизнес степсис что за конфетки там какие-то результаты почему я сейчас на себя взял слово да потому что я например был дали от всех этих стереотипов я просто взял и попробую я покушал эти конфетки они были вкусные красивые яркие и больше мы ничего не узнали на самом деле вообще информацию восприняла не восприняю врачи вообще большие скептики с врачами другому да но врач объяснит врачу несмотря на то что это была моя сестра я просто боже мой в тот момент она мне сказала у меня болела спина уже так сильно и она не русского знаешь такая компания стали легально уже на тот момент у нас разрешили поменялся резидент легально стал без полностью вошла легально не в такой интересный продукт он полностью безопасный попробуй у тебя же болит спина тебе поможет но я вообще не воспринимаю эту информацию вообще какие конфеты да она вляпалась не поможет но поскольку сестра я просто из вежливости как бы ее выслушала она меня упорно звала в офис чтобы там я встретилась на то время прилетели партнеры из россии из владивостока из санкт-петербурга я ни за что не шла в эту должность вообще никакой но наступил момент она угостила и даже она какой-то момент у меня обиделся я лучше тимуровым скажу он более прогрессивный я тебе вообще ничего не буду рассказывать и звать тебя не буду я про себя подумала ну и слава богу вот и сработало то что вот она угостила нас леденцами честно говоря я попробовала по-моему релакс ничего не почувствовала но ровно через месяц это был новый год 2018 и сразу после нового года моя спина настолько обострилась у меня оказалась грыжа диска поясничного отдела и настолько боли стали нестерпимыми вообще уже последнее время они были очень сильные и после нового года я вообще сбегла и перестала двигаться вообще даже я с ней в ванной не в туалет самостоятельно ходить не могла и на фоне лечения у меня развилось побочное действие на желудок потому что вот эти все хорошие обезболивающие грудные и стероидные и распорители и побочные действия серьезные на желудок и вот я наступает момент что я двигаться без обезболивания еще не могу я могу только с обезболиванием и обезболиться тоже не могу потому что сильно болит желудок вот в тот момент я вспоминаю про медицинские я помню да что они как-то она сказала что они из растения они без побочных действий прошу тимура утром за завтраком вот после завтрака я сижу сильным за столом не могу подняться уколы закончились таблетки а я не могу у меня желудок прям я могла его так нарисовать чувствовала когда не болит но есть он и ладно попросила тимура он дал мне воденец и вот на самом теле я всегда говорила конфеты конфеты ну это было потрясутка то я помнила ну и что ну ничего я от него не ждала вообще просто пришла да приятно но через какое-то время я просто сижу утром да завтрак закончилась собрала посуду со стола отнесла ее на мойку начала мыть и стою до момента пока не доходите ну и как ты встала я зашел я прибежал очень быстро потому что сейчас конечно будет не сказала о том что весь этот период я пронес ее на своих руках говорится и до своим позвоночнику потому что она не двигалась совершенно вообще знаете вот это тоже ситуация это же очень сложно было в один момент раз вроде здоровые люди и раз так и у тебя супруга в таком абсолютно неподвиженном состоянии и ты абсолютно оказываешься привязан да то есть физическом смысле перенести туда-сюда вот и и в тот момент я я вышел из комнаты с кухни в другую комнату если услышал как зажручала вода я подумал что или я кран закрыли или там пропало и ну что-то что почему зажручала вода я бегу туда моментально там буквально 55 секунд бегаю на вас стоит около этой мойки и моет посуду первая мысль такая все это время это был жестокий обман она просто она просто праздновала новогодние праздники все новогодние но я конечно шучу но у меня тут с первой чем был как как вдруг такой ужасно тяжелое состояние и человек и вдруг она стоит то есть она не только встала она еще сделал вот эти два-три шага домой я извиняюсь но мне мурашки по телу и даже слезы пошли в глазах потому что у нас очень похожая история но только на с мужем это было и я его не носила она не могла просто носить но она мне очень часто помогала подыматься вставать садить меня и да вот но то же самое такое все наоборот да это все почувствовала я не знаю я не знаю у меня такое чувство просто провождает пробуждается иногда ну не иногда она видит принципе человека к это ее человек или нет то есть она уже сразу заранее вот она как сканирует она просканирует она все знает уже как что и это вообще стоит ли очень очень часто добывает такое что было что и не стоит она сразу знает и не идет к тому человек но если она подходит это значит ее родственные души бывает что ошибаюсь тоже но это боженька но мы знаем что вы уже какое-то время назад жили в риге это не далеко от риги но мы жили там до 2003 года мы уже здесь практически 20 лет в ирландии живем да потому что у нас жизнь в гунаре тоже свеча не устало связано с лак и 20 лет в браке до брата буду несколько раз на самом деле у меня подруга которая парадоксальному самая близкая подруга в моей жизни это ты ну вот так да и поэтому вот действительно и вот друзья такая история и самое интересное что до меня дошло что я встала и что это произошло я конечно начало проверять залезу спину проверила так тихонечко наклоняется как же я встала интернет залезла куда попал даже не знаю какие-то результаты и там кто-то лохотрон писал очень такие интересные меня как врача эти результаты впечатлили но самое главное у меня был результат вот этот единственный стоп так сработало после этого я всегда говорю не мы выбираем и пиел и пиел выбирает нас чтобы такой человек как я пришла нужно было скрутиться в бараний рог чтобы попробовать сработал практически у меня ситуация с баранин робов в принципе повторилось это было удивительно может быть и странно то есть до моего прихода после решения динара думающего там практически долг долгих два года и вот тот вот тот самый круиз и я уже там принимал слайд получил результат у меня с травмы там и тут на на фоне там приема слайдов не перестал перестали тот светит это внутренние неприятные какие-то повеливающие удивительным образом прошли но до пары до времени конечно думаешь да нет это совпадение нет это случайность это не так вот и и ждешь ситуацию вот этого самого пара не урок и он случился этот баранин роб именно в тот момент когда у нас замечательным образом практически был съеден практический вот весь запас работы перед поездкой осталось какие-то до 22 там не скажу несчастных счастливых драже стопа которые надо с собой поездку берет мы летим на круиз летим через пуала лумпур ты мой рейс от ниги в сингапур семь с половиной часов перелет часа за за три ранее я просыпаюсь невыносимой ужасной боли в ушах просто вот давит как будто чистами в уши давит-давит впервые у меня такое ощущение за всю жизнь за сколько полетов перелетов было в общем я честно делюсь своими ощущениями говорю вот сейчас мне что-то становится так плоховатенько там у тебя леденцы наготове если чем мы сейчас вот проверим на самом деле именно леденцы помогают ситуацию и все что было до этого было напрочь под большим знаком вопрос да говорит всего лишь два стопа есть так что тебе рассчитывается особо не на что два стопа или помогут тебе эти два стопа или вот и я бы я испробую все стандартные традиционные способы которые может предложить авиакомпании позвал фиордессу поделился сказал наверное мы резко снижаются попросите пилотов чтобы так резко не снижались давление или перепад или очень плохо она сходила пилотом возвращается как извините уважаемый пассажир мы еще даже не принимали не начинали снижение еще три часа лиц и должны что такое ну не знаю поводить в общем и там пошло стакан воды потом замечательные леденцы бардаристы стандартные да которые тоже вызвали у нас улыбку ха-ха сейчас мы бардаристы просто совсем и все нам помогло ничего не помогло потом значит спросили у кого-то соседей в салоне хочу что-то может посоветовать начались это потяните оттуда здесь наклониться здесь повернитесь ничего не помогает мне хуже хуже дунар уже говорит слушай ты сколько еще будешь терпеть потому что ты уже зеленый у тебя слезы а я я терплю да вот и разы частоты эксперимента я терплю вот тот самый бараниров в общем дотерпел я все было испробовано ну все наступил момент истинные леденец работает в конце концов не работает все это культа чудо кому мечтали чтобы не думали вот и она дает мне этот стоп я говорю я сейчас буду если он поможет я буду считать какой момент через сколько минут он не поможет вот я досчитал буквально так 20 26 28 секунд и невероятным каким-то непонятным образом вот это все кто-то берет как будто руками снимаете бедный бон вообще абсолютно ее просто не стоит обед просто исчезает моментально после этого я сказал слушайте все что угодно пусть люди говорят леденцы меня переубедить это уже будет потому что испытать такие ощущения и получить вот такое облегчение такой результат и конечно с точки зрения такой научного подхода я когда мы уже появились получил доступ в интернет я стал вообще искать в принципе что мне в современном научный мире могла бы предложить та же самая медицина вот в этой моей ситуации в полете не вот вот перечислялся пробности все те же танцы с бубнами и ничего более разумно и не предлагается просто непрадиционной науке все это был такой последний осины веков тела сомнения в отношении леденцов остались какие-то вопросы по бизнесу да то есть как правильно говорить о что происходит она что обычно там жалуются и не жалуются и вот очень многие вопросы еще было мало опыта целом подарить и не могли какие-то ответы найти на круизе конечно тоже очень много партнеров общаешься задаешь вопрос с удовольствием люди помогают очень много таких разъяснений было в итоге получено которые потом по возвращением на столе страну очень многие люди мы смогли помочь когда правильно уже понимая что как работает где как и так нужно это делать такие просто ошеломительные стали получать результаты и дальше уже это пошло как снежный томас у нас еще есть похожее что то что моя сестра тоже здесь и я предлагала ей мы предлагали ей это тоже у нас совместно и тоже мы здесь вместе и работаем твоя сестра еще работает на самом деле сестра это тот человек в бакистане благодаря которому развилась большая ветка потому что до этого момента все кого приглашали спонсор они отказались просто ну разными потребителями и она уже собиралась уезжать в россию и косметолог порекомендовала когда они обратились к ней на рекомендации потому что он сказал мне это неинтересно а можете порекомендовать человеку которые интересны и по прежнему бизнесу вот пришли я пришла то есть мы выстроили эту структуру достаточно большую потому что это были все навыки и у нас было понимание то есть у нас люди какие они открытые но когда россияне выступали рассказывали про результаты наши и говорили при англице а в Узбекистане есть результаты а нету ну тогда позовите нас тогда когда они будут разворачивались и уходили а получается что мы и она и я с результатами тем более мы люди с инвестиционным образованием но как-то наш народ очень прислушивается да к мнению врачей и первоначально мы продвигали практически продукт я сразу эту тему хорошо поняла причем первоначально когда я еще на себе употребляла виденцы они никого не рассказывала потому что не могла понять до конца как они работают может это плацебо может универсальный америки но когда уже ряд дополнительных эффектов таких у меня в организме начали представить я конечно уже вот с первого дня так вышла на сцену так с этой сцене и не схожу все но сейчас я в каком плане команда то большая уже пришло много партнеров вот сегодня здорово пришли я дала объявление что если у вас есть кто-то в приватке пусть подключите конференцию мы смотрим наши партнеры а теперь конечно они уже выросли и сами выступают ну к вопросу что да бизнес начался с выхода вот такого причина лежать как моя сестра и я вот это вот направление вот Ирина Толстихина и причем сестра не собиралась вести бизнес в компанию она поняла что ей нужен продукт по вопросам здоровья а ее пригласили на следующую встречу и Ирина Толстихина амбассадорная компания открыла компьютер показала ее инструктуру и показала чек за неделю там было 13 тысяч евро это мой чек за неделю это за неделю реально такой чек и тогда я сказала я буду сотрудничать и вот с этого момента она начала вести переговоры со мной я ни в какую не шла никуда она про деньги мне ничего не рассказывала как-то вот про продукты которые они связали в общем вот так все началось а сейчас это конечно у нас уже большая такая структура команда как надо сказать не знаю много лидеров с ней но впервые к нам приехал президент в этом году и это тоже очень здорово то есть президента получается вы уже видели до этого да до круиза встречались уже ну мы если говорить о личной встрече вот мы с Гунарой были приглашены как спикеры на немецкий форум в июне ДНК лидера мы повезли туда свою команду 10 человек и мы первые первые получили встречи и личную встречу с Куликовым с Узбекистаном он за все время как открыли Узбекистан он ни разу не приезжал он не проводил такую личную встречу как вы видели личность мы встретились познакомились пообщались он интересовался так что ситуация на тот момент уже была информация там параллельно мы детки готовили к произведению форума в Узбекистане но по некоторым причинам никакой не получились и затем уже по нашей детке спонсоры взяли на себя организацию этот форум провели и уже на этот форум он приехал в Кирамиде посетил Узбекистан выступил на форуме посетил представительство дал хороший заряд бодрость и энергия и желание зарабатывать объявил невероятный промоушен там был 3-4 дня на промоушен отдал 10% продукта второй день форума люди сидели и не знали что делать бежать с форума делать заказы или остаться на форуме дослушать все эти выступления амбассадоров очень много приехали классных людей амбассадоров это и Олег Тимофеевский и Айрат выступал ну и компания очень укрепилась в плане что у нас есть новый вице-директор вот Наталья Попова и директора по продажам развития рынка это Елена Нестеренко по обучению Анастасии Курка Анастасия Курка и знаете мы еще для Средней Азии для Центральной Азии был объявлен промоушен полностью бесплатная поездка в Турцию в октябре месяце в августе выполняешь условия условия были такие непростые всего в сентябре можно сказать какие условия нужно было подтвердить квалификацию управляющего директора для этого два директора на первом уровне в течение месяца нужно было подтвердить квалификацию по-нормальному управляющему директора и пригласить пять человек от статуса действия ну да я слышал этот промоушен да 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 мы в курсе а когда это было это было это сентябрь по-моему да был это был август в сентябре потому что по итогам августа только два человека но чтобы поехала семейная пара нужно было еще раз в сентябре сделать то есть никак накрулись что ты в полтора раза больше делаешь и видишь семейную пару то есть каждый должен был за себя выполнить мы поехали в полностью бесплатную поездку в Турцию нам вручили ваучеры и мы улетели вообще прекрасно улетели прямо в чартерном действии в Анталию и мы даже не знали а какой будет поездка что мы там только отдыхать всего с центральной Азии на 30 человек и Казахстан и Казахстан и Казахстан и Казахстан и Казахстан и Казахстан и вдруг нам объявляют что прилетает директор по обучению по продаже в общем суббота воскресенье была под так должным пастурной погодой все остальные были замечательные театр тепло купались суббота воскресенье паспортные дни и местные гиды экскурсии тоже мы в паспортную погоду никакие экскурсии не провода вот как бы так не принято боже что же будем делать на два дня сидеть в отеле стукатище и тут стукатище развивается моментально нам говорят а в субботу завтра прилетает директор обучения и два дня будет с вами заниматься обучение вообще замечательно было очень здорово конечно и это было так ненавязчиво и очень так хорошо и вот именно на круизе Анастасия Курка уже преподавала то что мы слышали в Турции это характеристики выгоды мы тоже обязательно расскажем потому что есть чем-то делиться ну к тому что компания очень усилилась такими ценными кадрами а Елена Нестеренко ну это вообще да тренинг на корабле очень 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 впечатляющим да отлично мотивирует да она ДНК лидера у нас тоже была команда от Латвии у нас тоже вот Агри таки были еще парковые у нас целый Weil не мы не пройдем обязательно познакомимся по общаемся объSmith какой здорово что нашел скрым что Мы как-то репрезентируем на этом зуме команды, чтобы пары стали как мы, ну, семейные пары, как мы. Мы с тобой, мы с тобой с Александром и вы с Тимуром. Так что присоединяйтесь ещё в семейные пары. У нас в Латвии, по-моему, только мы одни семейная пара. Больше нет. Нет, почему? Илмаш с армией тоже? Да, Илмаш с армией. Да, которые были как раз в Турции, да. А вот, кстати, вот Тимур, я не знаю, вот у меня, вот честно скажу, у меня Тимур почему-то всегда ассоциируется с Тимур его команда. Вот всегда. Я не знаю, вот когда я слышу имя, да, у тебя уже, у вас, у вас обоих своя команда, да, ну, то есть вы работаете как семейная пара или вот отдельно тоже. Нет, мы не ведём отдельно каждую команду, хотя у нас больше степени. Я имею в виду, я имею в виду, не про это, не про АПЛ, а вообще у тебя какая-то вот отдельно другое. Ты же чем-то ещё занимаешься, правильно? Ты же не только я, 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 нет, я, я очень быстро как-бук пропитываю правильные советы в ИПО, поэтому я, я просто пользуюсь в логовце походу ко всем хочу обратиться и сказать посмотрите замечательный новый промо-фильм, да, промо-ролик компанию, который недавно вышел, и не услышьте, правильно услышьте слова Айрата Шерафудимова. Человек, который пришёл с нуля, ничего не знаю, не понимая сетевой бизнес. Вот это на самом деле это самый лучший вариант, потому что всё остальное начинается горе от ума, то есть вот ещё хорошую фразу на своём обучении нам сказал, кстати, курсу это было, Анастасия Курта. Ну, что такая, да, ситуация, что нужно сделать, чтобы засунуть слона в холодильник, да, алгоритм действий. Открыть версию холодильника, да, засунуть туда слона, ну, а закрыть холодильник. Ну, так вот, без всяких других условий. Но важная вещь следующая, а что нужно сделать, чтобы в холодильник затолкнуть, засунуть жирафа? Открыть холодильник, достать слона. Правильно, правильно, поэтому, когда мы приходим в бизнес, мы должны вытащить всё, что у нас было до этого бизнеса, потому что это будет в большей степени мешать. Вот я вам скажу, единственная полезная вещь, которую я вынес в своей жизни из того пути, когда я заработал свой первый миллион долларов, это три с половиной года беспрестанного сидения на телефоне. Беспрестанного сидения. Я работал на государственной работе, на службе, за зарплату, приходил вечером домой и погружался в бизнес. Из чего он состоялся? Каждый день я поднимал группу телефона, звонил какому-то знакомому, другу и так далее, и спрашивал, а что, где кто-то есть знакомый, что-то продает, что-то хочет купить. И таким образом вот пухла моя телефонная книжка, записи, то есть количество людей. Я вот спустя два, сколько, тридцать лет понимаю, что я тогда, по сути, занимался тем, чем занимается сетево-маркетингом. В первую очередь, я не знал, что я куплю, я не знал, что я продам, но расширялись постоянно вот эти контакты, какие-то новые люди в моей жизни появлялись, эти люди, знакомые с другими людьми, у тех других людей был какой-то товар, который они хотели продать, кто-то другие люди мы искали, которые должны купить. В сетевом бизнесе, сетевом маркетинге все то же самое. Поэтому, когда мы приходим в сетевой бизнес, нужно выбросить все, что у вас было до этого представления о бизнесе, действительно поверить, довериться тому, что говорит и делает компания, потому что с точки зрения профессиональной я тоже смог оценить, и я консалтингом тоже профессионально занимался, обучающие все маркетинговые материалы компании сделаны на высочайшем уровне. Они продуманы от и до. Вот просто бери, учи и делай. Вот повторяйте путь Айрата. Даже если вы через пять лет не заработаете месяц столько, чтобы купить за 150 тысяч евро Порш, то я вам скажу то, что вы будете зарабатывать не в 2-3 раза больше, чем и сколько вы сегодня не зарабатываете. Чем больше вы сегодня уже зарабатываете, значит, у вас тем больше шансов и возможностей в 2-3 раза от текущего вашего дохода иметь в бизнесе с EPL. Просто нужно следовать тому, что уже сделано многими людьми и открытыми. Ну и походу какие-то могу сказать инсайты, опять же, с точки зрения каких-то традиционных бизнесменов, финансистов, которые типа все знают, собаку съели и так далее. С точки зрения, что такое рынок на самом деле. Вот рынок сетевого маркетинга, он безграничен просто. Вот в экономическом, теоретическом понятии экономики, это понятие безграничного рынка не существует. Сетевого маркетинга существует. Почему? Ну, банально. Люди приходят в жизнь, люди уходят в жизнь. И это круговорот постоянен. Постоянен. То есть поколение через 10 лет в сетевой бизнес и в EPL за продуктом EPL, придут люди, молодежь, которые сегодня прекрасно скачут, не думая о том, что с суставами, легкими и так далее. Все нормально, через 10 лет они пройдут то же самое, что ибо. Они снова придут к этому продукту. Вопрос, где вы, мы окажемся в этот момент? И с чем мы будем ловить и использовать эти вопросы? Ровно так же, как люди испытают, пройдут свой опыт 10-20-30-летней карьеры и в итоге либо выхода на пенсии были, либо разочарования, увольнения и так далее, и понимание того, что надо было что-то делать по-другому, важно, где будем мы в этот момент, где будет наше предложение для этих людей. А они будут, это факт 100%. И так повторяется из года в год. Ну, просто к слову скажу, в этом смысле, к сожалению, да, вот существование такого исторического образования как в Советский Союз, оно прервало определенный естественный ход истории на вот те 70 лет, а в других странах оно не прервалось. То есть многие страны и западный мир, и восточный, и азиатский, и арабский мир, они живут сотни лет уже, и вся эта логика рынка потребления, болезней, изменения гормональных у людей, и это все повторяется. То есть в этом смысле потенциал, то есть безграничное сетевое макетиво. Нужно просто правильно его использовать, набраться терпения, вовремя вытаскивать слоника из холодильника, засовывать туда новых жирафиков. Как только жирафик превратился в слоника, снова его вытаскивать и случится в следующем, снова туда поставить, и набраться терпения, набраться терпения. Бизнес – это не игра в лотереи, бизнес – это все серьезно, поэтому это приносит, минимумо приносит результат. Если вы ставите цель, следуйте ей, не отступайте от цели пути и концентрируйтесь. Вот почему я отложил свои проекты, идеи. Зачем они мне? Здесь все гораздо хруще, здесь все подано на тарелочке. Бери пози, все делай и получай, зарабатывай. Где еще, в каком бизнесе 4 раза в месяц может ничего доходить? Это мечта любого советского и постсоветского человека – жить так, как в США, так в Америке, когда платят зарплату из людей. И ты уже это делаешь. Я не знаю, как в ваших странах, в лучшем случае два раза в месяц, но это традиционный аванс где-то можете заплатить и зарплату. А здесь ты заработаешь за неделю, ты ничего. Заплатил налоги, живи спокойно. Но если есть кому что выводить, так и правильно, да. Потому что некоторые получают копейки, да, и поэтому у некоторых есть такая проблема, что деньги не выводят не раз, не 4 раза в месяц, а, допустим, раз в полгода. Но это тоже неплохо. Выпьел месяц? Ну да, выпьел, я имею в виду, что да. Кому-то кто-то так много не зарабатывает, чтобы выводить каждую неделю. Ко всему приходим поступатели, ко всему приходим поступатели. Да, конечно. Лучше маленькими шапочками, но вперед, чем большими, но назад. Надо вставать и делать. Главное это действие, безусловно. Главное это действие. Безусловно, главное это действие. Дело в том, что так быстротечно, вот я так анализирую, только я смотрела на календарь, и еще была только поездка в Турцию предстояло, да. Я, да, присмотрела, прислушала, она уже прошла. Потом круиз ноябрьский. О, у нас получается целая двухнедельная поездка. Смотрела на даты, она уже тоже прошла. Я понимаю, что время настолько быстротечно, и вот тот период активности, я всегда говорю команде, партнерам, говорю, слушайте, лучше сейчас напрячься, потому что жизнь, она же тоже определенный промежуток. И, ну, у кого уже сколько, если взять, пусть 100 лет, ну, мы все понимаем, что 100 лет, ну, пусть даже 100 лет, то половина жизни практически у всех пройдена. И сколько еще остается вот этой активной части, когда человек может, когда он энергичен, так лучше напрячься и сделать сейчас, и уже наслаждаться плодами уже этого положения, возможностей, чем думать, что когда-то что-то изменится, я тогда начну. Ну, в первую очередь, конечно, надо менять в голове, это очень важно, потому что то мышление, которое есть, оно во многом, эти установки ограничивающие, они мешают. Поэтому менять здесь и понимать, что жизнь, она все-таки не резиновая, да, что время ускоряется. И действовать из того, что если у тебя сейчас мало денег, просто посиди, проанализируй, пригласи человека-спосора, да, на которого ты ориентируешься. А почему так? Значит, что-то не так ты делаешь? Что можно изменить, над чем поработать, что возможно прочитать, да, книги очень меняют сознание. В каком направлении идти? Потому что людям свойственно долбиться в одну и ту же стену, да, когда рядом есть окно. Но если это не работает, возьми, поменяй, рядом есть окно, значит, тебе нужно просто изменить стратегию и пойти по другому. Ну, то есть мы с Тимуром такие люди, которые мы смотрим, что работает, что не работает, да. И если что-то не работает, мы думаем, а как, что нужно сделать, что изменить. Какой-то маленький нюанс, что-то меняем, и уже совсем по-другому начинается вертеться и идти. Да. Я добавлю просто, очень многие люди очень правильно, но и в то же время слишком жестко и недавно воспринимают вот ситуацию, когда вот они встречаются, знакомятся с системой, да, обучения, системой ведения бизнеса выпил. И уже вот совсем вот строго выполняют, вот надо там написано, надо вот так именно делать, надо вот так делать. Нет, это в целом все равно носит рекомендательный характер. А бизнес всегда – это свобода действия. И свобода во всех вот смысл слова. То есть это и свобода творчества вашего, да. То есть, как говорится, твори, твори не хочу. Хотите, хотите, творите, пробуйте, потому что это ваш собственный бизнес, это ваш выбор, да, ваша, конечно, в определенном смысле ответственность, но никто другой лучше, чем вы, вам не сможет подсказать, как и что сделать в той глубиной ситуации. Нужно пробовать, да. И важное значение, вот поскольку мы перекликаемся с темой круиза, важно участвовать в таких мероприятиях, потому что идет колоссальнейший обмен опытом и колоссальнейший обмен теми же самым бизнес-историей. Эти бизнес-истории у всех разные. Вот я недавно тоже готовый к адресу и преступлению и пересматривал по Украине Трейси, и там один замечательный маленький был инсайт, вот, по-моему, это он, если не ошибаюсь, он говорит, вы знаете, невозможно по учебнику бизнеса выучиться и стать миллионером. Почему? Ну, потому что тогда каждый бизнес, бизнес-мог, бизнес-школу выпускал бы с тушником одних миллионеров, денег мира просто не уплатила. Если бы все повторяли одно и то же, и все бы приводило к тому и тому же, к тому же, к тому же, к тому же, к тому к тому же. У каждого, получается, складывается своя история. И здесь очень хороший, яркий пример. Вот Нара сегодня на пост-трамошнении рассказывала про Майя Трофимович, это лидер с амбассадором, да? Илья Трофимович. Илья Трофимович. Илья Трофимович, из Америки, да, который за коротких и мужик времени нормально, с точки зрения бизнеса, используя ситуацию с теми же самым ковидом в США, да, очень-очень быстро сделали большие структуры, большие товарообороты, естественно, большие чеки. Замечательно. Ну, удивительная в ее истории было то, что все, что там работало неоднократно уже, да, было проверено, вот механика, там, проведение презентации, приглашение людей в итоге, там, подписание и так далее, вдруг они приезжают в Чикаго и полный провал, полный провал. Ничего из того, что работало по всем другим штатам, где они уже успели пройти со своей командой, а они приезжают командой, то есть они не один там, два лидера, они приезжают командами, вместо чего сразу разделяют, как в традиционном бизнесе, разделили там себе город, по секторам, пошли контактить обрабатывать. И приезжают в Чикаго, день провал, три дня провал, неделя провал. Они в шоке были, они плакали, взрослые люди с чеками под сотни тысяч долларов, они вечером плакали, потому что они столкнулись с тем, что все, что работало до сих пор, не приносило никакого результата. В сердцах Майя Трофимович сказала, короче, идите вы все к черту, делайте, что хотите. Вот в прямом смысле слова получилось, что каждый пошел и стал делать то, что хочет. Не то, что они привыкли делать, не то, что надо делать, не то, что приносило результаты из порта, а вот просто пошли и стали делать то, что хочет. И пошли по вторым. Я тоже сегодня положила пост про Майя Трофимовича. Я не знаю, как много совпадений может быть. Мы вас отпускаем, наверное, спать, потому что у вас уже очень много времени. Я уже еще добавлю один факт. Я сказала, ну, наверное, она придет одна, потому что муж такой тихий и может и ничего не расскажет, но получилось, что вот про мужа не угадала. Спасибо за ваши истории. Еще спросим наших людей, может, кому-то есть вопросы какие-то. Может, кто-то что-то. А если вопросы, конечно. Вдруг кто-то подготовил вопрос какой-то интересный, потому что Гульнара, она доктор, врач, поэтому. Гинеколог, да. Там, может быть, у кого-то какой-то вопрос, да, возник. А, только нельзя, пожалуйста. Да, да, да. Ну, в начале деятельности люди обращаются, врачи. Я сидела и прописывала, и прописывала. Боже мой, ну, как мы могли научиться? Информации было мало. Знаете, не было бы счастья, да, поговорки? Не было бы счастья, да, несчастье помогло. Несколько лет, ну, там, вот, до ковидной, по-моему, ситуации, случилась одна ситуация, какой-то вот новый партнер, потребитель, что-то, в общем, он там все купила, женщина рассосала, в общем, и не получила результат, как она заявила об этом. Когда она принесла все количество приобретенной продукции, стало просто понятно, что она не рассасывала, наверное, ничего, кроме одного-двух дрожжей, потому что все остальное было запечатано и похоже. Она недолго думая, я еще подумал, что, возможно, это подставная какая-то ситуация, она написала заявление прокуратура, что вот эта компания заявляет о том, что там вылечит то и избавит от того сего, но это ничего не помогает. Пришли с проверкой, значит, эти вежливые люди, все они там стихно старались незаметно поизвечают, послушать, это присутствует на наших презентациях, и в итоге пишут свой гердит. Все, компания замечательная, официально зарегистрирована, налоги платят, все зарегистрировано, все замечательно, все нормально. Только, говорит, одна просьба. Не пишите, пожалуйста, в этих блокнотиках людям рецепты. В смысле, какие рецепты? Да вот там пишут, вот от насморка, чтобы принимали два Мелса, два Альта, два Гроу и так далее. Не пишите, говорит, потому что тогда получается, как будто вы лечите. Да. Принимать ответственность на себя. Да, не надо лечить, можно подсказать, можно рассказать, можно поделиться результатами, каждое решение принять сам. Ну, поскольку пока никаких вопросов еще там люди не придумали, я еще одним инсайтом поделюсь из своего опыта, работаю в фарминдустрии. Но очень-очень важный момент есть такой, да, что компания EPEO на рынке США получила сертификат в ДИИ. Put-and-Racket Mission. Это очень серьезный, очень серьезный сертификат. То есть это не из той истории, как где-нибудь, я не знаю, там, в том же Египте или в какой-то там стране третьего мира можно купить за, там, десяток тысяч долларов какую-то бумажку, где будет сертификат. Нет, этот сертификат компания ждала два года. То есть были сданы леденцы и образцы, да, были оплачены проведения лабораторных исследований, в итоге этот сертификат был получен. И вот это преимущество, которое нужно использовать. Очень многие брендовые, топ-брендовые фармкомпании на свои препараты, да, либо на БАДы не получили, не имеют такого рода сертификат на рынке США и не могут там продавать свою продукцию. Компании EPEO на леденце такой сертификат имеют на косметику, соответственно, тоже. И вот к этой теме еще добавлю инсайт. А что вообще значит, если сравнивать с фармпепаратами, с такими понятиями, как регистрация, очень часто врачи, они такие считают, что только они же грамотные в медицине, в науке, все остальные там это какие-то околонаучные непонятные личности темные ходят, только врачи знают как и что. Ну вот я вам скажу, что фармакистрии, чтобы зарегистрировать фармакистический препарат для официального использования в стране, проводят клинические исследования, испытания. По результатам достаточно 30% положительного результата, чтобы препарат был зарегистрирован. 30%. Это закрытая информация, но ее в открытом доступе не найдете. Я знаю, поскольку фармбизнесом занимался, управлял и занимался этой регистрацией. Понимаете, 30%. То есть, когда люди пытаются делать сравнение, вот фармпрепарат, там все прописано, где ваши результаты клинических исследований, все такое. Те же самые результаты, которые люди у нас получают, свидетельствуют, подтверждают фото, видео, съемки, чем угодно. Это и есть результат. Он ничем не хуже, чем та самая треть положительных результатов от приема фармпрепаратов, а остальные 70% я боюсь спросить. Довольно так много побочных эффектов и бывает. Да, очень много побочных эффектов, и чем дальше в лес, мы видим больше и больше и исков и в адрес фарт-компании, и исков в адрес врачей за неправильно назначенные препараты. На самом деле, они можно назначить правильно, только врачи-то не знают, что те препараты, которые предъявляют фармпрепараты, они имеют 30% положительные эффекты и результаты. То есть, из 10 человек получается 3? 3 гарантированно, Александр, получат. Сколько результатов этого препарата? 7, неизвестно, чем закончится история. Как минимум, я сравниваю с леденцами Пиел. От леденца и Пиел за 11 лет в действительности компании в мире не умер ни один человек. Ни одного побочного эффекта точно нет. Если бы они были, компания давно бы уже засудили. Здесь, я говорю, все, что касается действий в леденцов, можно просто включить логику и идти от обратно. Я помню, когда на первых самых контактах люди говорили, что ты эту фигню там, я говорю, результаты по своей, да там наркотики. Слушайте, включайте логику. За такие деньги наркотики не купишь. Если даже это так дешево, и там наркотики, тогда быстрее пользуйтесь этой возможности. Поэтому, что это слишком дешево. Да, то есть, логика простая. Ну да, так на самом деле. Пользуйтесь с возможностью. У сестры, наверное, был вопрос. Спрашивай, сестра. Да, здравствуйте. Меня зовут Инга, я с Латвии. Сестра Инни. У меня, да, вопрос у Гульнари. Я была у гинеколога, мне сказали, что у меня киста 3 сантиметра. Повер вумен, да, мне пользоваться побольше. Вот, начались опять вопросы к врачу. Ну, во-первых, какой у вас возраст? Возраст, какой у вас возраст? 43 года. Ну, в любом случае, все образования, новообразования, доброкачественные, злокачественные кисты и так далее, это нужно обязательно давать, порушать чищение организма, противопаразитарные, это однозначно. И мужской и женской продукты. Хорошо, спасибо. Мелс, пауэр, мэн, пауэр, вумен, да. Так, все, что связано с наличием образований, дело в том, что когда даже мы даем мэлси, паразиты же сопротивляются, выбрасывают уже много токсических веществ, они же не хотят подкидать места своего обитания, теплые, уютные. И поэтому-то и обострение происходит на носе. А часть паразитов вообще выбрасывает оболочку, слизь такую, и закрываются вот эти кисты. Очень часто, даже когда оперируют только заболевание, внутри образования есть паразит. То есть часть, так что кисты, возможно, это тоже наличие каких-то паразитов. Либо они такие функциональные, рассосутся на фоне противоисполительного лечения. Ну, леденцы – это вот то, что я сказала. А если вы уже обращались к врачу с традиционной медициной, или если не обращались, то обратитесь, то вам с 99% доли вероятности эти врачи скажут, что вы что, ни в коем случае никакие витамины, там, ИПЛ, что-то там, леденцы, ни в коем случае принимать нельзя. Нет, мой гинеколог принимает как раз. Я и вожу. Отлично. Значит, она входит в 1% вот тех людей, тех врачей, которые это не делают. Я просто поделюсь, опять же, то есть мои истории с моими партнерами. Поскольку врачи знают, что синтетически произведенные витамины, они вот ситуации, подобные вашим, они усугубляют. Это является прямым противопоказанием к применению синтетических витаминов. Ну, в этот момент, что происходит с нашими традиционными врачами? Многие из них не знают, что такое ИПЛ, из чего леденцы производятся, какие ингредиенты применяются, натуральные, да, травы, растения, фрукты и овощи. Они ставят в один ряд синтетические витамины, они говорят, ну, вот лучше побояться, лучше избежать этого, чем применить. Вот, на самом деле, именно синтетические витамины ведут таким нехорошим последствием, а с натуральными все прекрасно и замечательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо большое команде. Да, очень приятно было познакомиться, увидеться. Конечно, хотелось бы вживую, но, наверное, в следующий раз уже получится, я думаю, да. Вот. Здорово. У тебя не радует любовь к Латвии, потому что вот сегодня он прямо вышел, я только спросил, говорю, ты выйдешь? Он тут же согласился, и сегодня даже и без меня прекрасно попал этот передач. Любовь к Латвии, любовь к Латвии, Латвии Шам, ну, это такое уже у нас, да, внутри. Поэтому, ну, видишь, Иня-то все это поняла на расстоянии, если поняла, что в этом что-то есть. Да, сейчас еще один вопрос есть. У нас еще один вопрос. Илмар. Нет, это не вопрос Гульнара. А почему он вышел? Мы же в Турции с ним говорили, что вот приедете в Ригу, встретимся, и все будет нормально. Илмар. Здравствуйте, здравствуйте, рады вас видеть. На самом деле подруга из Риги уже обижается, говорит, вы куда только не ездите, только не в Ригу. Я сказала, что еще раз не обязательно не ездят. Тимур сказал, что мы приедем. Ну что, будете у нас, в наших краях, звоните, телефон есть. Благодарю, очень приятно. А вы будете у нас звонить, в Ташкент, конечно. Все доброе вам. Кстати, муж сегодня сказал, что мечта у него в Ташкент поехать. Была. Когда-то была, да. Была? Да. Не, ну сейчас, наверное, опять возобновился. Да, в Ташкенте просто забыл, не думал, поэтому сейчас тогда вот, да, посчастливилось такое встретиться, и думаю, теперь мечта вроде как осталась мечтой, но надо осуществлять. А с чем была связана эта мечта? Ташкент? Что именно, да, Ташкент? Я не помню с чем. Мне кажется, в пионерском лагере, когда я еще в Советском Союзе был, у меня, по-моему, друзья с Ташкента были, потому что я помню, что они показывали фотографии, вот эти вот в Ташкенте, вот эти вот все такие халаты входили, такие полосатые, длинные, вот с челмой, да, все это вот. И у меня до сих пор эта ассоциация, что там тепло, там арбузы, там дыни, там вот все такое должно быть, ну, такое вкусное, все свое, как-то вот. Ну, Александр, прям как этот, джентльменок удачи, этот герой, который, я, говорит, хочу домой, в Джамбу, почему в Джамбу, говорит, там тепло, там моя мама. да, 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 примерно так. Конечно, конечно, полосатые, полосатые халаты, они остались далеко и давно в истории, ну, в качестве сувенира такая продукция производится сейчас и, кстати, увеличивается, там, ну, популярные вот на сувениры очень многие увозят. Они очень теплые. разные и халаты, и женские халаты, и хамоплас, вот, и шелка, и адрас, очень много интересных таких вот национальных. Но, на самом деле, в повседневной жизни, конечно же, в нашей стране никто такой давно-давно не ходит. Ну, ровно так же, как и не ездит на шачках Амербудов по городу, понятное дело, да, уже современный город, современный мегаполис, эти все вот представления, все ратики, они уже останутся, скажем так, в 40-50-х годах прошлого века. Вот. А поделюсь, чем, что может быть интересно мужчине из Латвии, вот, по нашему опыту, наших друзей. Ну, у нас прекрасные вина. Что? Привет. Да, одно из их достоинств это их, безусловно, дешевизма. Ну, и прекрасные коньяки, соответственно, выдержанные, да, то есть, это не какие-то там субпродукты непонятные, то есть, настоящий, длинный, спирток, да, конечно, коньяки. у нас, да, фрукты, на фрукты нужно попадать, особенно на арбузы. Ну, вот, и помнить о том, что у нас бывает не только тепло, у нас бывает очень жарко, есть вот период, который называется Челя, это примерно с 25-го июня, полпятого августа, это дневные температуры будет минимум там 42-45, а ночью температура не будет опускаться там ниже 30-ти, это такой слонный, микростой период, если не находиться там в кондиционированном помещении. Рядом с тем холодильником, где слон с жирафом, да? Да, да, наверное, так, но слоны и жирафы в такую зару сбегают, только так с холодильником не помогают. Ну, весной характерные фрукты, овощи, что-то, лубника, там, ягоды, черешни, вещи. Основной, конечно, урожайный это вот осеньный период, это сентябрь, октябрь, такой период, когда и все фрукты максимальные по сезону и искупаться можно, и исторические достопримечательности можно посетить, все интересные. И погода классная. Самарканд, Бухара, Ива, Ургенчик, тысячелетние наши первые достопримечательности. Да, погода уже такая помягче, но очень прям холодная, где он бывает, конечно, помягче. Кстати, в Банте планируется у параллельной ветки, вернее, планируется форум в Самарканде, будет ему организовывать параллельная ветка, так что, друзья? Я сразу скажу, ничего не имею против форума параллельно веток в Самарканде, в марте будет тепло, будет зелено, будет красиво, будет светущий наврус, 21 марта, это вот этот языческий праздник, он языческий считается, Новый год, 21 марта, как тебя сникли в календаре как в феврале, а по языческим канонам у нас сохранилось не по-наснимайски, по-язычному празднику на английском празднике, 21 марта, да, ну, что-то вообще еще может будет свистеть все красиво, ну, тогда мы, наверное, собираемся где-то конец августа, сентябрь, да, когда фрукты, мы, пожалуй, на фрукты, да, потому что, ну, я чисто поэкономить, я хорошо знаю, сколько стоит дыня в Латвии и Европе, вот, поэтому за те же деньги вы за неделю вы окупите всю свою поездку, вот, каждый день подвиньте, съедите, замечательно купите всю поездку, возьмите пару бутылок коньяка, которые по качеству ничем не будут поступать к коньякам, и будет дешевле в разы она вкуса просто входит, вкус виноградной лозы на своих дубах не забудете просто никогда. И еще наши друзья очень любят лепешки наши из кандыра, вверх и кай из кандыра они все так же пекутся на этих дубах и в этих дубах есть, конечно, там промышленные пекут в этих печах, на газе, но есть вот и такие уникальные тоже местами сохранившиеся ну у нас в кварталах марханя называется где собственные дома обычно пандыр в длинном пандыре на раскаленную стенку пекутся пекают ну а в самарканде само собой там уникальное просто самаркандская лепешка она вообще абсолютно другой продукт как хлеб делается ржаной муки и секрет до сих пор не могут люди расти реально не могут расти невозможно повторить вкус этой лепешки где только не пытались и пандыры увозили и рецепты ну и наш плов это вообще легенда так что друзья по-моему вы все хотите приехать у меня уже все слюни сейчас полный рот уже не знаю куда делать плов тоже видов плова тоже много ташкентский так называемый плов но он больше считается это плод у нас в Кирканске из долины вот именно рецепт такой как делает по-другому называют свадебный в Самарканде плов тоже он заметно отличается это тоже уже другой плов и готовится по-другому и в итоге он в вкусе тоже другой в Бухаре вообще по-другому делается и в Бухаре плов делают вообще в медном казане иранском иранском запечной иранской там живут традиционно иранцы вот и он считается таким диетическим долом в любом случае вы диету подержите перед поездкой иди сам потому что здесь не покушать это просто невозможно мы уже практически наелись фруктов и плова нам нужно так кушать надо нам в круизах а между круизами только держать диету потому что иначе невозможно это точно я тоже об этом думаю праздник кухни высокий в этом году у нас слишком много этого он инклюзив начиная с июня и реально нужно раскружаться ну что друзья у нас уже час ночи у вас и все и свет впереди спасибо вам большое огромное огромное от всего сердца вам спасибо будем дружить будем помогать друг другу это все очень ценно отмен опытом вы придете к вам вы придете к нам мы будем встречаться на форумах на выездах так что очень будем всегда рады спасибо здорово спасибо вам еще раз спасибо все команды что присутствовали молодцы и тогда до следующих встреч до следующих встреч до встречи всем удачи до встречи до встречи мы вас попросим выключиться потому что мы останемся еще о каких-то вопросах команды до свидания спасибо большое спасибо рады спасибо большое